Эффективность должна быть неимоверной, чтобы выстоять в этой бешеной борьбе. Об этом заявил глава государства, принимая кадровые решения. Назначения громкие, кандидаты в большинстве молодые, что важно в условиях смены поколений. Как подчеркнул Александр Лукашенко, к власти должны прийти перспективные и профессиональные люди. Начал президент с пустовавшей должности главы администрации президента. Ее занял Дмитрий Крутой. С завтрашнего дня экс-посол в России приступит к новым обязанностям. В частности, контролю за реализацией поручений президента правительством. Впрочем, дистанцироваться от работы с Россией Дмитрию Крутому тоже нельзя. Как подчеркнул президент, по крайней мере, пока что. На посту посла его сменил Александр Рогожник, экс-министр промышленности. Глава государства объяснил такую кандидатуру характером заключенных с Россией проектов. Большая их часть именно в промышленном секторе. Вы, назначаясь главой администрации президента, вы же ответственны за реализацию наших всех договоренностей по Российской Федерации. Вы, как никто другой, знаете эти проблемы. Аккумулируете их у себя, как это делает Снабков и Китай. Два наших основных партнера – Россия и Китайская Народная Республика. Здесь должен быть ответственный и целенаправленный подход по выполнению наших обязательств и развитию наших отношений. Это пока за вами остается. Когда вы почувствуете, что этот контроль не должен быть, вы мне скажете. По всем направлениям, вплоть до посещения вами, как это было в должность посла российских регионов, запретных тем нет. Но это не значит, что вы будете подменять нового посла. Первым заместителем руководителя администрации президента назначена Наталья Питкевич. Прежде на этой должности был Максим Роженков. Теперь он возглавит Министерство иностранных дел. Как подчеркнул президент, МИД нужно приводить в чувства. Александр Лукашенко потребовал в этом плане действовать совместно с премьер-министром Романом Головченко. Вы человек жесткий, требовательный. МИД нужно проводить в чувства. Говорю открытым языком. Встрахнуть МИД нужно, чтобы он начал работать. Поэтому давайте вдвоем. Так, чтобы МИД занимался своими вопросами и реализовывал то, что он должен реализовать для страны. Все вопросы и с Набкова по Китаю, и Крутого по России, и на дальней дуге ответственный у нас будет министр, Индия тоже у тебя будет, и премьер-министр, это дальняя дуга. Все должно сходиться в Министерстве иностранных дел. Новые руководители в сфере сельского хозяйства. Ранее губернатор Брестской области Юрий Шулейко начнет работу в должности вице-премьера. Президент посоветовал пересмотреть функции и взять на себя кураторство не только села. Ведь сельское хозяйство не ограничивается растениеводством и животноводством. В данной сфере нужен грамотный переработчик, новый руководитель и в профильном министерстве Анатолий Линевич. Как подчеркнул глава государства, его задача – новые технологии для страны. Сеять и собирать урожай обязаны губернаторы. Министр контролирует соблюдение основ, чтобы на полях не было ущерба. Как отметил Александр Лукашенко, для многих новые должности были неожиданностью. Эти решения президент принял накануне. Идет смена поколений. Должны прийти новые, знающие, профессиональные люди, которые должны реализовать в течение нескольких лет то, о чем мы договорились на Всебелорусском народном собрании. Страна должна получить хорошее правительство. Проводные ремни от президента до правительства через администрацию донизу. Должен быть результат эффективности. Также президент предупредил, никакой волокиты и бюрократии. Все вопросы должны решаться мгновенно. Если хотим выстоять в нынешнее время, эффективность нужно повышать. Не только в министерствах, но и всех правительственных структурах. Продолжение следует...